Официальный сезон арбузов у нас начинается обычно в начале августа, но в известных торговых точках уже появилась полосатая ягода. Хоть и по весьма завышенным ценам. Сегодня мы начнем проверять, а не рано ли, не искусственно ли они созрелись с помощью нитратов. А между прочим, коварные нитраты могут стать причиной смерти. Так случилось с одним барнаульцем несколько лет назад. 17-летний парень отравился обыкновенным арбузом. А вы как, в начале сезона, вот в августе покупаете арбузы обычные? Ой, да по нам-то, по нашей зарплате пенсии. Это не то, что там я вредна, а что дорого. Арбузы пионера появились на прилавках барнаульских магазинов около двух недель назад. К их качеству у многих есть вопросы. К цене тоже 34 рубля за килограмм. Надеемся, что арбуз хотя бы стоит того. Визуально отличить спелый арбуз достаточно сложно. Говорят, должен быть четко выраженный полосатый рисунок. Сухой хвостик. Здесь он правда сухой, но неизвестно, сколько он здесь лежал. Может быть, он просто стал сухим. Также не должно быть никаких надрезов и трещин, если вы не хотите подхватить какую-нибудь казахскую инфекцию. Еще одно заблуждение, что спелый арбуз при похлопывании должен звенеть. Но, как правило, спелый арбуз звучит очень глухо. Арбуз нам обошелся в круглую сумму – 200 рублей. В следующем магазине цена на 5 рублей ниже – почти 30 рублей за килограмм. Выбор скромный. Берем еще один образец на экспертизу. Финальная точка нашего маршрута – рынок на Лосихинской. Мы не случайно выбрали это место. Рядом объездная. Здесь ежедневно по дороге приезжают сотни, даже, наверное, тысячи машин. Естественно, арбузы могут в себя это все впитывать. Хотя сами продавцы это, конечно, отрицают. Говорят, у них лучшие арбузы – узбекские, казахские. Цена демократичная – 25 рублей за килограмм. В августе и вовсе будет 15. Хотя здесь нас с арбузами просто вгостили, дали бесплатно. Щедрость хозяина рынка. Арбуз сезон начинается уже там. В Казахстане, в Узбекистане уже 40-45 градусов тепло. Арбуз спелый. День где-то 500 кг, 600 кг. Сейчас одна точка. А остальные не знаю сколько. То есть где-то 50-60 арбузов продаете, да? В итоге у нас три арбуза на экспертизу, которые мы передадим в Центр гигиены и эпидемиологии края. Результаты нашей контрольной закупки раскроем в ближайших выпусках. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.